Революция Революция Оно крошит готику с таким же удовольствием, как и модерн. Оно непринужденно сносит целые страны. Революция, к сожалению, не так всеядна и всесильна. К тому же она знает Россию на вкус и хорошо помнит, как пару раз давилась ею и срыгивала, не доведя дело до конца. Конечно, она всегда бродит рядом, выбирая момент для нового броска. Пока что ни одной смуте не удавалось разгрызть тушу темной империи. Да, были весьма живописные попытки, но подлинной революции Россия так никогда и не пережила. Ведь революция – это не просто рвотный рефлекс страны в ответ на самодурство и воровство. Не гильотины. И не забитые трупами подвалы ЧК. Подвалы и гильотины – всего лишь пикантные, но необязательные специи к блюду государственного преображения. Революция – это бесповоротное изменение принципов жизни и управления. Это болезненный, но необходимый акт политической гигиены, преображающий природу власти и народа. Но в России революции так и не случилось. Кстати, не вполне понятно, что именно ее заблокировало. Глупо подозревать в этом православие. Оно давно выдохлось и превратилось в казенный шоу-бизнес. Особенно хорошо это заметно в сравнении с исламом, который регулярно демонстрирует те подвиги веры, которые злопыхатели называют терактами. Современное православие с его доносиками по 148 выглядит на данном фоне весьма бледно. А когда-то и оно блестало в деле религиозного терроризма. То вырывая ноздри, то сжигая в срубах целые семьи, но уже в начале 20 века градус веры понизился до нуля. Впрочем, это беда не только православия, но и христианства в целом. Конечно, папы и патриархи продолжают играть старый спектакль, омывая и целуя ноги бомжам. Но отметим, что любая проститутка и не такое целует за гораздо меньшие деньги. Вне подозрений и великая русская культура. К счастью, она на 100% вторична и является послушной копией культуры европейской. А та никогда не мешала торжеству революции. Мифическая русская самобытность вообще ничему препятствовать не может. Если она когда-либо и существовала, то как бессмысленный балласт была сброшена еще Петром Первым. Тайную экспедицию, третье отделение, ВЧК, КГБ можно вообще в расчет не принимать. Они непригодны для блокировки больших политических процессов. Проблема в том, что формируются они не из полных дураков. Следовательно, в любой серьезной ситуации они первыми и разбегаются. Впрочем, загадка провала всех революций в России – это тема отдельного исследования. Сегодня мы обойдемся простой регистрацией того факта, что политическая эволюция страны не состоялась. Конечно, без революции можно и обойтись, но, увы, пропуск в будущее выписывает именно она. Помимо всего прочего, революция отмывает страну от порочных традиций и управленческой мертвичины. Такие отложения копятся на любой державной конструкции, а Россия – это особо запущенный случай. В 21 век она вступила, не испытав ни одной революции за всю свою историю. Ее глубинный механизм никогда не обновлялся. Он по-прежнему тарахтит, генерируя ложь, страх и войну. Разумеется, самодержавие Путина автоматически наследовало и этот механизм, и вековые накопления. Оно и не могло быть от них свободным. Тот, кто видит основное зло именно в Путине, руководствуется забавными представлениями о роли личности в истории и не понимает, что Наполеон – это не свойство конкретного персонажа, а всего-навсего название лотерейного билета, который мог вытащить почти любой человек соответствующей эпохи. Примерно такая же история и с Путиным. Он всегда лишь очередная марионетка России. А за ниточки его дергают те традиции, что не обновлялись уже 300 лет. Правление Путина не содержит ни оригинальных черт, ни его личных фантазий. Он лишь прилежно следует стандарту русского имперского администрирования. Все его действия – прямое логическое продолжение поведения России в течение многих веков. Прав тот, кто утверждает, что Путин – это Россия. Правда, упущено то обстоятельство, что у слова «Россия» множество смыслов, в том числе и откровенно кошмарных, никак не совместимых ни с понятием «цивилизация», ни с понятием «современность». Сирийские художества, захват Крыма, Донбасс, торжество мракобесия, всесилие охранки и тому подобное – это естественные и неизбежные ростки, прущие от корневищ русского имперства. Нам мало Крыма! Нам мало Крыма! А Путин – просто хороший садовник. Он вовремя черенкует побеги, поливает и стравливает тлю. Тот, кто восхищается Россией, обязан восхищаться и Путиным. Разумеется, на свет снова вытащили залежавшегося русского бога. Что неудивительно, ведь мозг чекиста – легкая добыча для попов. Впрочем, если бы попов не было, то обязательно нашлась бы какая-нибудь иная пакость. Но под руку подвернулись они, и вновь заварилось принуждение страны к православию. Народ снова обозвали богоносцем, и он приосанился. Кстати, от богоносности есть и прямой практический толк. Это прекрасный наркоз. Он позволяет не замечать даже смерть. Индустриальную, финансовую, научную и так далее. Вероятно, другой Россия быть и не способна. Она не может ни воровать, ни захватывать, ни насиловать, ни гноить и ни мракобесничать. Крым – это не просто для нас увеличение нашей территории на 26 тысяч квадратных километров. Крым с собой принес еще более полутысячи предприятий. И все эти предприятия вошли сейчас в состав нашей Российской Федерации. Это большие недры. Сейчас в Крыму открылись одно из самых крупнейших в мире месторождений золота. Это шельфы, в которых 165 миллиардов, я не ошибаюсь, не миллионов, а миллиардов кубов газа. И более 47 миллиардов, миллионов нефти. Увы, это обреченная страна. Изменив своим принципом управления, она развалится. А если их сохранит, то окончательно отстыкуется от цивилизации и погибнет от ее рук. Последний тракторист раздавит последнего гуся, и все, наконец, закончится. Отсутствие революции даром еще никому не проходило. С иллюзиями следует попрощаться. Интеллигенты намечали себе свою Россию. Россия реальная дала им возможность заесть мечты лагерным солидолом. Но они не протрезвели, а еще крепче обиделись на реальность, которая не имеет ни малейшего сходства с их грезами. Эта обида так сильна, что сегодняшние интеллигенты не замечают подарка, который втихаря делает им Путин. Повиснув на фонарях, они подняли бы личный рейтинг садовника до 100%. А народное ликование превысило бы даже крымский градус. Но им позволено пожить и даже покучковаться в крохотных резервациях для персон с неправильным мышлением вроде эха и сноба. Но, скорее всего, это не великодушие, а экономия на мыле и веревках. Как выяснилось, отщепенцы совершенно безвредны. Их интеллектуальное ухищрение безразличны населению. Народ очень занят. Он облизывается, вспоминая сладость ваксы на сталинских сапогах. Он строится в бессмертные полки. Конечно, у российской государственности есть обожатели. Например, умный Кадыров. Но следует помнить, что он любит ее примерно за миллиард рублей в сутки. А за такие деньги кто бы ее не любил. Мы провели митинг, посвященный Дню Конституции Чеченской Республики, который, вы помните, самые трудные времена. Мы доверили народу Чеченской Республики первому президенту. Исполнилось 17 лет там собрались, можно сказать, все население республики. И они сейчас подтвердили, что они введены к пользу президента страны Владимира Путина. Других поклонников русской идеи не просматривается. Западным прагматикам становится все очевиднее, что гибель России была бы благом для цивилизации. Ее вклад в общее развитие мира несоизмеримо меньше, чем создаваемые ею проблемы. От нее постоянно несет войной и попами. Ее козыряние участием во Второй мировой давно наскучило. А декларации о полной победе над фашизмом стали забавны. Фашизм живет и здравствует, в том числе и в самой России. Не утрачена ее способность вселяться в любую нацию и ею кукловодить. Возможно, фашизм ждет своего звездного часа. А на чьей стороне в этот раз будет Россия, мягко говоря, не очевидно. Остается загадкой то благодушие, с которым Запад наблюдает за нашим садовником. Заметьте, что с табакерки даже не сдута пыль. Впрочем, эта снисходительность имеет свое объяснение. На яд сегодняшней России противоядие давно выработано. Миру он не опасен. Его состав известен. Деспотизм, попы, культ войны, воровство, оболванивание и так далее. При попытке экспорта все эти традиционные ценности легко опознаются и нейтрализуются. Но основная грязь остается в пределах госграниц РФ. И она окончательно отравит страну. Проблема России решится сама собой. И мир вздохнет с облегчением. Главное, чтобы не менялся состав яда. А в механизм самодержавия не добавлялись новые неизвестные детали. А то Россия опять затаится, прикинется несчастной, но развивающейся бедняжкой, тянущейся к прогрессу и демократии. А когда накопит силу, то перейдет от простого грабежа соседей к более серьезным проделкам. А Путин хорош как раз тем, что не склонен к фантазиям и инновациям. Он вышивает только по старой имперской конве. Он ведет Россию к изоляции и разрухе так предсказуемо, уверенно и красиво, как не сможет вести больше никто. Следуя логике западного мышления, ему ни в коем случае не следует мешать править. Какая тут, к черту, табакерка? Впрочем, все равно не следует забывать о революции. Возможно, она забудет старые обиды и все-таки возьмется за Россию. В последний раз. Несомненно, это сделает все грядущие процессы гораздо живописнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин